Друзья, всем привет! Простой и понятный ролик о том, почему руководители автоевросилы – это аферисты, построившие бизнес на обмане людей, которые поверили в миф о том, что автоевросила добьется им дармовой растаможки и гарантирует законность использования автомобиля на европейской регистрации по фиктивным документам. Учредители автоевросилы, вешая бляхером лапшу на уши, попросту сбивают с них деньги, причем сомнительным в своей законности способом. Итак, по информации лидера автоевросилы Олега Ярошевича, в Украине около двух миллионов автомобилей на европейских номерах. На травень месяц 2018 года мы считали, что на территории Украины где-то приблизительно миллион восемьсот, два миллиона сто. И по его же словам, 90% автомобилей на польской регистрации проблемные. Сробились рисы, где-то приблизительно 90% автомобилей на польской регистрации имеют проблемы такой. Проблема это значит не лады с документами на этот автомобиль, а значит растаможить по новому закону и получить на него украинские номера будет невозможно. Если всего в Украине 2 миллиона таких автомобилей, а половина на польских номерах, то 90% проблемных это 900 тысяч машин. Эти машины по сути металлолом, который через 90 дней после подписания законной растаможки можно будет выбросить. Проблема в том, что многие украинцы не очень парились с тем, что покупая такие автомобили, документы на них им давались сомнительного происхождения. Люди верили в то, что для управления этой машиной в Украине все это не важно. Нужен только техпаспорт, права и страховка. А вот для растаможки оказалось нужны уже нормальные документы, которых нет. Люди попали в капкан. Но не стоит отчаиваться, авто Евросила предлагает таким владельцам решение проблем. Об этом сказано прямо на их сайте. Читаем. Колоссальное количество автомобилей, особенно на польской регистрации, имеют следующие проблемы. Нет возможности получить договор купли-продажи от владельца поляка, поддельные вписки в техпаспорт ручкой, поддельные штампы техосмотра, поддельные доверенности от несуществующих нотариусов. Чтобы избежать конфискации автомобиля и получения штрафа по статье 483 ТК, мы рекомендуем каждому владельцу авто проверить свой автомобиль. Если есть проблемы, описанные выше, в кратчайшие сроки решите их. Если не знаете как решить проблему, обратитесь к руководителю АвтоЕвросилы у вас в городе, контакты можете узнать по ссылке. Я, друзья, последовал этому совету и позвонил в киевское представительство АвтоЕвросилы Сидоренко Оксане Николаевне и поинтересовался тем, как именно они помогают переоформить документы. Вот наш разговор. ...нагоговор с Польшей, с Интерполом, через Интерпол находится последний владелец. Получается нормальная куча. Да, в это все оформляется в Чилище, в этих рабочих в Чилище. Я ищу, да, надо в Украину. У этих банков без шестиц, от белых полностью на власть. Но и куча последнего владельца к вам. А как вы будете, кто ведет переговоры с этим владельцем, кто его ищет? То есть, это мне нужно будет ездить? Если Сидоркова его ищет? Нет. Сюда едут, мы собираем, потому что где-то платят. Сюда едут все эти документы с наших, которые через Сидоркова раскрытируют последнего владельца, сами его находят, получают общие, и вам присылают уже эти банки соответствующие документы. А это за это нужно будет платить этому человеку, чтобы он выписал, потому что у нас, как правило? Все под ключ, вся работа стоит через шестьдесят долларов. Для участников АВД Евросоюз. Ага. А как, ну, где гарантия того, что этот человек будет действительно тем человеком, а не это будет очередная какая-то схемка? Ну, это и Сидоркова, это же не наша. Ну, у вас букча на руках есть? Да. Какая-то есть, но там… Не, ну… Ну, ну… Ну, какие-то документы… 99% это клиенты, которые я видела, то есть, ну… Им сообщалось, что надо платить налоги. Правда интересно? Авто Евросила обещает через Интерпол по запросу общественной организации найти владельца машины и переоформить ее на свою польскую компанию. Честно говоря, звучит смешно. Особенно, если представить, как Интерпол ищет владельцев 900 тысяч автомобилей по просьбе какой-то шайки-лейки. Интерпол не занимается таким поиском. Это ложь. Но об этом будет немножко позже. Когда я начал задавать более глубокие вопросы, Оксана посоветовала мне поговорить с неким Максимом, который в структуре Авто Евросилы и занимается непосредственно легализацией сомнительных автомобилей. Звоним Максиму. Значит, для того, чтобы получить, привести их в чувства. То есть, что не можно было от этого аппетита получить документы. Потому что можно оправдеть от 4500 долларов. Ага. Хорошо. А как это происходит? Что это за документы? Как это будет? Закрываем документы, которые у вас есть. Охотим владельцем. Либо восстанавливаем куплено в продаже, которые были до этого. Переставляем на себя. И от себя уже даём на вас. А на себя это на кого, на Авто Евросилу, да, будет оформляться? Нет, на фирму в Польше. А, то есть вы под это сделали фирму, открыли свою, да, в Польше? Да, в Польше, наверное. Акцентирую ваше внимание на том, что эта фирма открыта не сторонним человеком, а именно Авто Евросилой. И услуги предоставляет именно от Авто Евросилы. Но так, во всяком случае, нам сказал их представитель Максим. А, то есть вы под это сделали фирму, открыли свою, да, в Польше? Да, в Польше, наверное. Ага. И тогда они будут, это будут совсем легальные документы или такие тоже полулегальные? Нет, это будет, но официально мы будем владельцами, что это на вас будет приростопожки, на вас будет счёт фактура. Ага. Ценое на ваше имя, видные номера. Ага. И снятия с учёта. Вы всё правильно услышали. Авто Евросила открыла в Польше свою фирму-прокладку, на которую будет переоформлять все проблемные машины и от имени этой фирмы и будет уже продавать автомобили вам, владельцам. Это абсолютно фиктивная схема с использованием подставных фирм, которые, по моему мнению, должны заинтересоваться украинские правоохранители, так как это, друзья, чистой воды мошенничества. Мы слушаем дальше. А у нас тут, у наших там таможенников, ментов не возникнут вопросы, что это тоже какая-то очередная схема и всё равно это нелегальные документы. Смотрите. При передаче вам документов, когда вот уже будет запрос принят, да, я слышал, что-то будет принят. Мы вам отдаём счёт постуру на ваше имя. Мы за продажу этого автомобиля платят 90% больше налогов. Даём вам слизистые номера. А мне это... это входит в 450 долларов или это ещё мне сверху надо будет? Это... если... то есть в любом случае сейчас мы вам не дадим это слизистые номера, потому что нет закона. Я занимаюсь и растаможкой меняем. Ага. Вы поняли. Я вам могу сделать что-то подключить. Ну, это уже проще ещё лучше. Ну, это ж ещё каких-то денег. То есть, вам вообще не будет. По-моему, отдаёте машин, вы получаете её на украине и забираете. Браво! Авто Евросила сразу предлагает вам пакетное решение растаможки и регистрации автомобилей. Ну, вы поняли, да? Через концы на таможне и, видимо, в МВД. То есть, это коррупционная схема, от которой прикурят все и опять за ваши евро-бляхерские деньги. И вы, скорее всего, будете вынуждены воспользоваться такой услугой. Так как велика вероятность того, что ваше авто таки проблемны и без мохнатой лапы авто Евросилы вам её никогда не растаможат. Но я уверен в том, что в Польше никто ничего вообще не оформляет. И владельца авто, скорее всего, никто и не ищет. А попросту берут с вас 450 долларов за ещё один комплект липовых документов, которые штампуют в офисе авто Евросилы. Правда, выглядеть они будут более красивы. На чистых бланках, без пометок ручкой. Аккуратно, красивы, но за 450 долларов. Как доказательство лжи авто Евросилы, привожу ответ Интерпола на мой журналистский запрос касательно их сотрудничества с авто Евросилой и розыску владельцев авто. Вот он. Уважаемый господин, спасибо за ваш запрос, однако Интерпол не проводит никаких расследований для определения законных владельцев транспортных средств. Интерпол ведёт базу данных похищенных автомобилей, заполненных странами членами. Полиция во всех странах может искать подозрительные похищенные автомобили из этой базы. В настоящее время база содержит 7,2 миллиона автомобилей, предоставленных 131 страной. Этот ответ, друзья, и подтверждает то, что когда вы обращаетесь в авто Евросилу с проблемными документами, то они попросту берут с вас 450 долларов, лапшают вам про Интерпол и никого, скорее всего, не ищут. Они лепят вам ещё одну липу, которую вы и понесёте в МВД. Кстати, в недавнем эфире у Романа Скрипина лидер авто Евросила Олег Ярошевич даже прорекламировал столь успешный бизнес-проект по оболваниванию евробляхеров и похвастался тем, как много у него сейчас таких клиентов. Послушайте. Сегодня мы подаем целыми пачками документы, мы отстоим это через суд. Мы уже обратили внимание через наш сайт. И сейчас хочу обратить внимание, ты, владелец транспортных средств на польской регистрации, вам всё-таки, я думаю, что нужно обратиться к ближайшему отделению авто Евросилы, просто выяснить положение вашего автомобиля и привести его в порядок именно до принятия закону. Потому что после принятия закону будет короткий термин. Он обозначен шестью месяцами. И это будет очень некомфортно. Сколько их там таких авто? 900 тысяч? По 450 долларов? Пусть даже 5% от этого числа автомобилей воспользуются этой схемой. 20 миллионов долларов. В таком случае соберут руководители авто Евросилы с вас. Но вы не противтесь. Вы же с ними одна большая семья? Ха-ха-ха! Пока, евробляхеры! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok